Ну что, сегодня немного 15 минут о микроволнах. Прежде всего, давайте все-таки определимся, что такое микроволны. Итак, это картинка, которая отображает некую часть электромагнитного спектра. Вы уже, если ходите регулярно на 15 на 4 частенько видели эту картинку, а может вы просто физик и уже знаете, что это такое. И, собственно, на этой части электромагнитного спектра я попытался выделить видимую часть спектра. Она такая, ну, вы знаете, фиолетово-красная. И немного правее здесь есть микроволновая часть спектра. Над этой серо-цветной полосой написаны длинный волн в метрах. Под этой полосой написаны значения частоты этого излучения определенного, герца. Итак, если мы говорим о микроволнах, то микроволны это электромагнитные волны приблизительно длиной от одного миллиметра до одного метра и, соответственно, частота у них варьируется от 300 гигагерц до 300 мегагерц. Обычные бытовые микроволновки, которые у нас стоят на кухне, имеют частоту излучения 2,45 гигагерца. Это сделано специально для того, чтобы их частоты никак не перекликались со всякими коммуникационными частотами микроволновыми, типа блютуза и всякое такое. Ну что ж, в науке есть такая формула, которая связывает энергию волны и ее длину. Чем больше длина волны, тем меньше энергия. Как вы видите, длина волны микроволнового излучения приблизительно в 1000 раз больше, чем длина волны видимого света. Это значит, что микроволновое излучение имеет в 1000 раз меньше энергии, чем видимое излучение. Так почему же микроволновое излучение греет пищу в микроволновке, а видимый свет на это не способен? Ну что ж, давайте разберемся. Разбираться мы будем на трех веществах, почему и как на них воздействуют микроволны. Первое вещество, первое вещество это вода, второе вещество это металл, и третье вещество это тефлон. Тефлон я выбрал, потому что он никак не взаимодействует с микроволнами, он микроволново прозрачен. Это все, что я скажу о тефлоне сегодня. Итак, вода, металл, тефлон, хорошо. Дальше. Собственно, обычная наша микроволновка, которая ответственна за то, что у вас на кухне есть хорошая курочка, она состоит из многих очень важных составляющих, однако одним из самых важных является магнетрон, который там вправо вверху подписан, соответственно, он там тоже в правом верху микроволновки обозначен. Магнетрон это приборчик, который генерирует микроволны специальным образом, физически, можете в википедии почитать как конкретно. И соответственно эти микроволны потом переходят в камеру микроволновки, где уже греется. Свойство магнетрона такое, что в камере микроволновки в каждой точке в разные моменты времени микроволны разного направления, разной интенсивности и все там очень неупорядочено. Ну хорошо, скажете вы, и что с этого? В пище есть вода, это молекула воды. Красным шариком обозначен атом кислорода, белыми шариками обозначены атомы водорода, то есть H2O. Из школы мы знаем, что вода это полярная молекула. Что это значит? Это значит, что на атоме кислорода есть частичный отрицательный заряд, а на атомах водорода есть частичный положительный заряд. Если мы нарисуем синими стрелочками направления движения положительного заряда, смещения положительного заряда, представим, что это векторы, вспомним восьмой класс, и нарисуем суммарный вектор для этих векторов, это такой зеленый, то этот зеленый вектор будет называться вектором дипольного момента молекулы. Если это дипольный момент, вектор дипольного момента не нулевой, если он существует, значит молекула полярно. Полярные молекулы для простоты обозначают как диполи. Диполи это просто центр отрицательного заряда, центр положительного заряда, каким-то образом соединенные. Если мы возьмем много воды, как на картинке слева, это будет много диполи, каждая молекула это диполь. В отсутствии внешнего какого-то поля микроволнового эти молекулы ориентированы абсолютно беспорядочно. Как только мы прилагаем электромагнитное поле, микроволновое поле. Эти молекулы, как на картинке справа, начинают каким-то образом выстраиваться. Поскольку в микроволновке каждый момент совершенно разные микроволны, то эти молекулы воды начинают выстраиваться каждый раз, каждый момент времени по-разному. Они начинают крутиться, они начинают вертеться, они трутся друг об друга. Когда они трутся друг об друга, они нагреваются. Именно за счет этого еда нагревается. Не пытайтесь на самом деле нагреть лед. Лед будет нагреваться гораздо медленнее, потому что молекулы воды в нем зафиксированы в определенных положениях, их сложно как-то повернуть. Можно, но сложно. Ну что ж, вы знаете, что разную металлическую штуку нельзя заставить в микроволновку, даже если это обычная посуда с позолотой. Почему? Ну, потому что позолото это часто состоит из металла. Металл это такая штука, где существует так называемый электронный газ. Электронный газ это значит, что есть атомы ионы металла, а вокруг них плавают абсолютно спокойные электроны. Конечно, электроны заряжены отрицательно, и они тоже будут подвержены влиянию микроволн, полю, которое создают эти микроволны. Соответственно, они тоже будут как-то бегать во время облучения микроволнами. Дело в том, что электроны очень хитрые, и когда на них долго действуют микроволны, они просто на поверхности металла образуют некий щит, который не пропускает микроволны дальше. Если мы будем продолжать облучать микроволнами, этот щит может сказать не хочу дальше облучаться и дать куда-нибудь разряд, поскольку электроны все-таки заряжены, собирается избыточный заряд, и он куда-нибудь разряжается. Он может разрядиться хорошо, если на тарелку саму, но он может разрядиться на стенку микроволновки, а может допрыгнуть даже до магнетрона. Если он допрыгнет до стенки микроволновки, то стенка микроволновки может приобрести дырку. Если он допрыгнет до магнетрона, микроволновка может приобрести поломанный магнетрон. Это все очень плохо, поэтому, пожалуйста, не ставьте металл в микроволновку. Если вы уже ставите, то надо что-то на этот металл положить, чтобы этот заряд разряжался на мясо какое-нибудь. Также для микроволнового нагрева характерно такое свойство, как перегрев жидкостей. Что это значит? Это значит, что если у нас есть какая-то жидкость, мы ее нагреваем в микроволновке, она может иметь температуру после нагрева выше, чем температура кипения этой жидкости при этих же условиях. То есть температура кипения воды у нас на уровне моря 100 градусов Цельсия, но вода после микроволновки может иметь температуру 105 градусов Цельсия и не кипеть. Если же мы кинем какой-нибудь предмет, например, ложку в эту воду, то она может моментально вскипеть, выплеснуться из посудины, ну чашки в данном случае, обжечь вам руки, лицо, стол, что угодно. Поэтому будьте аккуратны с перегретыми жидкостями. И да, нужно запомнить, перегрев возникает в микроволновке. Хорошо. Ну что ж, еще есть один такой популярный миф, что микроволны вызывают рак. На самом деле вы помните, что микроволновое излучение очень малоэнергетично, оно в тысячу раз меньше содержит энергии, чем видимый свет. Для того, чтобы что-то вызывало рак, это свойство называется канцерогенность, должны достаточные условия, это вещество должно содержать свободные радикалы. Микроволновое излучение, не ионизирующее излучение, оно не создает свободных радикалов и поэтому вещества после микроволновки не могут быть канцерогенами, если они не были до того. Конечно же, поэтому нет, микроволновка рак не вызывает. Хорошо. Страшные молекулы слева это кобаламин, также известный как витамин b12, справа это витамин b9, фолевая кислота. Я хочу вас расстроить, что витамин b12 в микроволновке разрушается. Это связано с тем, что молекула слишком сложная и слишком большая и все-таки микроволны воздействуют без образования радикалов на эту молекулу и как-то она разрушается. В статье, которая посвящена исследованию разрушения b12 в микроволновке, было показано, что да, вот есть у нас три продукта разложения кобаламина в микроволновке, но, к сожалению, мы ничего не можем доказать, какие это продукты и так далее. То есть, просто разрушается, а как непонятно. Поэтому b12 в микроволновке лучше не нагревать. В свою очередь, фолиевая кислота, витамин b9 очень плохо относится к обычному нагреванию на печке. Вот такая вот штука. Однако в микроволновке прекрасно живет, то есть на печке b9 разрушается, а в микроволновке нет. Ну что, ж, я химик по образованию и по профессии. Я варю вещества. Как царит наркотики, не знаю, но мне приходится варить очень многое. Это фото сделал я, но это не мой синтез. И вы можете понять, почему очень плохо использовать обычные бтовые микроволновки в химическом синтезе. В данном случае просто была некая часть оборудования, которая в микроволновке расплавилась. Соответственно, химики начали думать, а что же делать? Надо же изобретать какие-то новые микроволновые реакторы. Микроволновый реактор выглядит как-то так. Здесь очень много финтифлюшек. Например, здесь есть контроль мощности, здесь есть тачскрин, здесь есть контроль температуры, как при помощи ICAS датчика, так и при помощи сапфирово-аптоволоконного датчика. Здесь есть охлаждение сжатым воздухом, здесь есть хорошая герметизация. Так называемые мономодовые микроволновые реакторы, к сожалению, позволяют, в частности этот, нагревать объемы реакционной смеси порядка максимум 30 миллилитров. То есть сразу много мета не сваришь. Ну что ж, давайте дальше. Почему мы используем вообще микроволновку? Чем мы не можем поставить на печку, все будет хорошо. Слева нарисована термограмма, если мы возьмем и поставим на печку реакционную смесь, ну пробирку в данном случае, справа, если мы возьмем эту пробирку в микроволновку поставим. Чем краснее, тем выше температура. Вы видите, что при термическом нагреве на печечке, на горелочке слева, в основном нагреваются стенки пробирки. И очень плохо нагревается сама реакционная смесь. Если там посмотреть, какие конкретные температуры, видно, что температура реакционной смеси больше, чем на 100 градусов меньше, чем температура стенок. Это очень плохо. Это значит, что мы не знаем точно, какая температура в реакционной смеси, и мы не можем контролировать синтез. Микроволновка, наоборот, она плохо нагревает стекло, ну специальное стекло, конечно же, но очень хорошо нагревает смесь. Поэтому микроволновка часто используется для химических синтезов. И помните, я говорил про перегрев? Очень хороший перегрев позволяет нам проводить синтезы при повышенных температурах. В химии есть правило, называется правилом Вангофа, что чем выше температура, тем выше скорость реакции. Поэтому мы можем, например, провести реакцию в воде при 180 градусах, чем я лично занимался. Все хорошо получается. Вот такое повышение температуры позволяет сократить время реакции в тысячи раз. Это очень много. Я, готовясь к этой лекции, просто взял по гугле в нашем специальном химическом гугле статьи с ключевыми словами microwave assisted за 2016 год. Первые две страницы этого химического гугла сказали, что вот да, ребята уже в этом году выпустили статьи, в которых они при помощи микроволновки сделали наночастицы для детектирования угарного газа и тяжелых металлов. Получили суперконденсаторы на основе графена, обнаружили глюкозу, а также тетрациклины в молоке. И очень много вещей створили, например, пептиды разные, цитостатики, то есть противораковые средства. Мы видим, что сейчас микроволны являются очень интересным объектом для химиков и материаловедов. Микроволны позволяют создавать новые лекарства и новые материалы, которые будут помогать нам в дальнейшем. Микроволны – это зеленый метод активации реакции. Это значит, что для того, чтобы нагреть до той же температуры, необходимо меньше энергии, чем при обычном нагреве. КПД микроволн обычно выше. Поэтому давайте жить в будущем, давайте смотреть будущее, использовать микроволновку. Спасибо. Я готов ответить на ваши вопросы. Да. Что микроволновка делает? Микроволны воздействуют на человека очень плохо. Микроволны могут жарить человека. Микроволны, если они будут воздействовать на металлический датчик, помещенный в кожу, они очень хорошо нагреют датчик. Чуть-чуть похуже нагреют мясо, но датчик нагреет мясо вокруг себя. Датчик уничтожится, но я не знаю, что будет с рукой. Да. Вы говорили про реакцию, проводимую под высокой температурой 180 градусов. А это достигается вот чисто за счет того, что перегревается жидкость или же там давление все-таки повышают для повышения точки кипения воды? Отличный вопрос. Все сразу. То есть, конечно, температура кипения воды повышается, вот воды конкретно не помню, но температура кипения спирта повышается с 80 до 120. Температура кипения воды, ну там, наверное, около 150 будет, и дальше уже, конечно, там давление играет роль. То есть, да. Все сразу. Да. Чем объясняется перегрев растворителей при нормальном давлении? Что-что? Чем объясняется такой перегрев растворителей при нормальном давлении? Он объясняется простыми физическими законами, которые я, химик, могу и не знать. Потому что разворители, они полярные, поэтому они разогреваются. Ну, они поэтому разогреваются, причем они перегреваются, не кипя. Это уже связано с более сложной фиг... Ну, это тоже. Да. Насчет крутых микроволновок с качественными скеймами. Вот Вы сказали, что у них емкость достаточно маленькая. 30 миллилитров максимум может контролировано круто нагреть. С чем это связано? Почему нельзя масштабировать и увеличить емкость? Один из основных факторов – это цена. Второй основной фактор – это то, что очень сложно получить... В этой микроволновке в основном используются микроволны четко определенной частоты. И очень сложно избежать всех этих процессов, которые бы мешали образованию микроволн с другой частотой, интенсивностью. Там что-то связано со стоячими волнами и всякое такое. Интерферляционная картина появляется и так далее. Поэтому используют так называемые мономодовые. Есть еще мультимодовые микроволновые реакторы. В них реально такая большая бандура на литров, наверное, 15-20-30. Туда можно помещать несколько виалов с растворами. И да, там можно получать по нескольку сот грамм вещества за раз. Да. Вы сказали, что в микроволновке разрушается витамин В12, а В9 не разрушается. А вы можете привести примеров, если как продуктов, которые лучше греть микроволновке и которые лучше не греть? Берете википедию, смотрите в чем содержится В12, смотрите в чем содержится В9. Все очень просто. Почему еда нагревается неравномерно в бытовых микроволновках? Потому что в каждой конкретной точке в объеме еды содержится, во-первых, разное количество полярных веществ. Во-вторых, все-таки в глубине, немного меньше до глубины доходит микроволнов, потому что они поглощаются внешними слоями. То есть там, где больше вот этих всяких полярных молекул, там лучше греется. Да. Неполярные вещества микроволновки нагреваются? Нет. Они могут нагреваться, если мы поместим в эти неполярные вещества какое-то полярное вещество. То есть, например, распространено, когда мы берем неполярное вещество, ну вот гексан, допустим, да, кидаем туда кусочек металла и оно греется. Спасибо.